Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа по святым местам продолжает свое путешествие по Псковской епархии. И сейчас мы приехали в местечко под названием Виделебье. Оно примечательно тем, что здесь родилось сразу три угодника божьих. И, наверное, очень промыслительно, что расскажут нам об этом сразу три экскурсовода. Мы проехались мы по нашим живописным псковским просторам. И вот деревня Виделебье – это середина пути между Псковом и Порховым. В деревне Виделебье родились три святые. Елизар – основатель Елизаровского монастыря, Неканар – основатель Неканар и пустыни, и Трифн-Городецкий – его брат. Его гитлерной мощи находятся под лугой. Мы находимся у могилы родителей преподобного Некандра, основателя Некандровой пустыни. Могила его родителей Филиппа и Анастасии. Покоятся они за алтарем Никольской церкви. 24 июля 1507 года в местечке Виделебье появился на свет мальчик, которого родители назвали Никон. С детского возраста он обнаружил в себе стремление к духовным подвигам. До конца жизни преподобный, ставший в постриге Некандром, оставался пустынником. В 1584 году на благодатном месте подвига преподобного Некандра была создана обитель, которую стали называть Никандровой пустынью. А его родной брат Трифон стал основателем Георгиевской городецко-гримячей пустыни. Вот так в одной семье благочестивых крестьян родилось сразу два угодника божих. Но еще за 150 лет до этих событий в Виделебье родился святой Ефросин Псковский в миру Елиазар, основатель Спасо-Елиазаровского монастыря. Что же это за место такое в Виделебье, если здесь родилось столько святых подвижников? Вот мы находимся на берегу реки Череха. Здесь храм. И существует такая легенда. Один благочестивый муж ходил по лесу и заблудил. Вышел он на берег реки и увидел среди реки сияние, свет. Ну, испугался, убежал, рассказал соседям. Люди прибежали. И что же они увидели? Среди реки на камне икона Николая Чудотворца. Видел белое, видели бье. Видел белое, видел белое. Все повторял человек, заметивший икону. А жители соорудили брод и принесли святыню в соседнюю деревню. Но наутро икона вновь оказалась на камне. Так повторялось три раза. После чего крестьяне решили построить здесь храм в честь Николы Угодника. Купол храма опоясан керамическим поясом. И здесь указано, что церковь возводилась в правление царя Иоанна Грозного. Но есть и предположение, что еще раньше, при Василии Третьем. Иконостас в храме относится к XVIII или же XIX веку. Рассказывал священник Александр, который здесь служил. Здесь были девочки его дочери. И они во время службы увидели, как будто выходит, они сказали, старичок какой-то в черном из алтаря. Больше никто не видел. Ну вот, думаю, что это сам Николай-святитель. Главный предел храма самый старинный. Это XVI век. А уже много позже стали появляться и другие пределы. Когда стало увеличиваться количество прихожан, вот после Никольского предела, храма основного, пристроили в 1893 году предел покрова Божьей Матери. Здесь даже вот на мозаичном полу выложено основание этого храма. Храм теплый, зимний. Сейчас мы здесь служим в основном зимой, потому что он отапливается. Иконы, одна из икон этого, вот именно этого предела Покровского, вывезены в Псковский музей. Икона Покрова Божьей Матери. А вообще из этого храма вот в одном из источников сообщается, что три иконы вывезены в Псковский музей. Ну и есть такие данные, что одна икона вывезена затем в Русский музей. Действительно, образ под названием Никола с житием Василием Великим и Феодором Тираном можно увидеть в Русском музее. Специалисты относят появление этой иконы к 13 или же 16 веку и привезли святыню из Виделебья. В 20 веке здесь появился предел в честь Казанского образа Богородицы. Казанский предел был перестроен к этой церкви последним. Его возвели практически прямо перед революцией. Строили храм народным способом. Внутри это не очень заметно, но вот снаружи видно точно. Здесь недалеко была мельница на реке. И мельник не молол муку, когда крестьяне ему привозили, без того, чтобы на телеге ему не привезли камень, валун. И вот этот предел построен в технике валунной кладки. Привозили валун с собой, и тогда вот он только молол муку. Так и называется по этому народным способу. Здесь похоронена моя бабушка Иванова Влада Ивановна, батюшка Борис и матушка его, и их сын Николай. То есть бабушка после войны как церковь открылась, и она прислужила в этой церкви до 73-го года, до самой смерти. То есть она ходила оттуда из деревни, из деревни Быстерский, 5 километров пешком. И она всегда молилась Николаю Чудотворцу. Говорила, только он мне помогает. И фонарьком освещает ей путь, как она не боялась ничего. И она была даже в алтаре допущена. Бабушка, она была как родительская суббота, всегда приходила в школу. У нас здесь недалеко была Быстрецовская школа, мы там с сестрой учились. Она приносила поминки. Вот эти конфеты, печенье раздавала ребятам. А учителя за это ругали. То есть и нас ругали, и ее ругали, и в итоге нас и оценки занижали. В общем, было такое гонение. Но при бабушке вот всегда церковь никогда не закрывалась. Вот в 60-х годах было, рушили церкву, и было такое гонение. А она вот отстаивала все время, и всегда церковь у нас работала. Благодаря ее как бы усилить все это. Также в самом храме похоронены бабушка и дедушка декабриста Михаила Назимова. Табличку эту вот его мать установила. Любезнейшим родителям, почтенный сей памятник поставлен, от осиротевшей несчастной дочери, лишившейся матери своей, имея в ней друга сердечного, оставленный в одиночестве, без помощи, покровительства, подпоры, без утешения, на промыслов Всевышнего. Степан и Анна Шишковы были благотворителями этого храма. На всем месте покоится прах раба Божия полковника Степана Михайловича Шишкова и полковница Шишковой. Анна Лукинишна еще известна тем, что она на ее деньги, на ее средства в Пскове построена церковь Успения Сполонища. В интернете можно найти фото храма середины 40-х годов прошлого века. Снимок называют немецкой фотографией. Дело в том, что войска вермахта действительно были в виде либье. Это удивительно, но церковь не была разрушена в годы Великой Отечественной войны, а ведь Псковская земля – место ожесточенных боев. Храм находится прямо рядом с дорогой, по которой сначала наступали фашисты, потом в контрнаступление перешли советские солдаты. Говорят, что все дома в округе были полностью уничтожены, а вот храм стоял. Разрушено было все, даже деревьев не было. И в чистом поле, получается, стоял храм, и он сохранился. Гонение, когда в 70-е были разрушения, этот храм служил, и вот он служит, и поврежден. И, может быть, так произошло именно потому, что само в виде либье – это родина многих святых, которые своим предстательством у престола Божия охраняют этот храм. На хорах здесь устроен предел в честь уроженца села. Сейчас мы находимся в пределе преподобного Никандра и Ефросина. А здесь находится четвертый еще один предел собора Николая Чудотворца. Вот здесь, в этом пределе, проходит служба раз в год в память Никандра. Я хочу рассказать про бабушку свою. Я не ходила в церковь, но помню, молодая, в классе девятом, наверное, я пришли бы на Пасху, и она меня за руку поймала среди всех молодежи, привела вот сюда, именно сюда, в Никандра. Я так удивилась, что вот горела люстра, вся-вся-вся свеча, и иконостас был такой яркий-яркий, красивый, прям вот за душу брал. Такая красота была, поля по неповерну. Она говорит, посмотри, посмотри, почему вы не хотите видеть такой красоты? А я так, сначала так замерла, а потом думаю, да, точно, какая красота. Но пришло со временем все, и так прийти в храм. Вот еще здесь находится икона Николая Чудотворца, как бы. Куда ни повернись, не встань, он как будто на тебя смотрит все, глазами везде, как бы, оковидящий. Просишь, как бы защиту просишь, за детей просишь, за своих. Вот, родителей поминаешь. Все это, да, уже осознанно все. Акустика в храме потрясающая. Дело в том, что для псковской архитектуры характерно использование колосников для усиления звука. Во-первых, это старинный, намоленный храм. И вот благодать здесь чувствуется, очень чувствуется. Конечно, хотелось бы, чтобы больше народа посещало. Во-первых, этот храм расположен на дороге. Мы хотим, чтобы и как много больше людей узнало об этом храме, об истории этого храма. К нам приезжают люди. Ну, да, и хотелось бы нам еще и как прихожанам этого храма иметь постоянного священника. Богослужения в храме проводят по большим праздникам и памятным для прихода дням. Но здесь дежурит одна из старейших прихожанок. Место это действительно намоленное. Поэтому, если будете на псковской земле, обязательно посетите в Виделибье. Слава Тебе, Боже, наш Слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава Тебе, Сыну и Святому Духу! Слава Тебе, Сыну и Святому Духу!